Привет, друзья! Рад приветствовать вас на канале Капитан Герман. И, как вы видите, за мной находится моя лодка Benito Oceanis 45, которая оборудована системой Dock & Go 360 градусов, вращающейся Cell Drive. Итак, давайте я сегодня вам расскажу более детально, что это значит, что это за система, как она работает и приведу пример. Поэтому запасаемся попкорном и погнали! Насколько мне известно, данная система устанавливается только у Benito. И у более старых моделей она еще присутствовала в лодках не только Oceanis, но и Sense. А в новых моделях, по-моему, только у Oceanis. Но я могу ошибаться, но по большому счету это и не важно. Это новый принцип работы. Электронное управление двигателем и электронное управление Cell Drive. Система Это система работает только если все приборы включены вы видите вот эта маленькая черная это наша лодка это значит что gps запустился окей так на что мы запустили двигатель и это значит что вся электроника запустилась вместе с мотором так что связано с docking go у нас есть статус ламп вы видите красный диод горит но он здесь судя по всему на видео будет мигать но на самом деле не мигает горит красным цветом это означает что система работает но не активирована но прежде чем мы залезем глубже в систему docking go давайте разберемся как эта система работает в обычном режиме без вовлечения работы джойстика вы видите нашу эту многострадальную ручку которая ну просто выглядит ужасно эта ручка стоит 5000 долларов и компания zf логотип сверху конечно полностью конченые твари потому что вот такое вот устройство которое в таком виде находится через несколько лет использования это просто недопустимо просто недопустимо в этом положении сел драйв находится в обычной позиции когда он толкает воду спереди назад и толкает лодку вперед так едем назад включаем щелчок сел драйв развернулся на 180 градусов и начинает воду толкать в противоположную сторону то есть лодка едет в обратную сторону назад как только я включу нейтральную передачу сел драйв развернется в обычный ходовой режим отличие от обычного сел драйва в том что на обычном сел драйве когда вы включаете передачу вперед ваш винт начинает работать в обычном режиме и у вас сто процентов эффективности когда вы включаете передачу назад ваш винт начинает работать неэффективно потому что он сделан для того чтобы вы ехали вперед а назад но так исключение являются системы когда у вас вращающиеся лопасти которые разворачиваются на 180 градусов но это другая система то есть ее можно использовать но она не часто встречается вот я знаю в амелях она вроде встречалась раньше в новых не могу сказать а сейчас давайте включим док-н-го джойстик и посмотрим как будет работать винт очень важный момент когда вы включаете джойстик ваши рули идут в нулевое положение то есть включается автопилот который будет удерживать радар в положении 0 то есть центральном положении потому что при маневрировании рули не участвуют у джойстика есть прогрессия если вы включите передачу вперед нажав немножко у вас будут маленькие обороты если вы включите его полностью у вас будет полный газ на винте так вы можете посмотреть здесь зелененьким горит система постоянно то есть он может быть на видео мигать но он горит не мигая когда вы включаете движение вперед она загорается красненьким если вы включите передачу вперед так сейчас поехали назад мы берем джойстик включаем назад он начинает разворачивать цел драйв на 180 градусов и лодку двигать напором воды в обратную сторону ну что давайте поедем вправо то есть мы давайте поедем вправо мы берем джойстик включаем вправо цел драйв поворачивается в сторону портсайда начинает в сторону и двигать лодку в сторону ровно тоже но в обратную сторону будет если мы его запустим в сторону портсайда он разворачивается на старборд начинает дуть на старборд лодка едет влево еще очень важный момент вместе с поворотом сел драйва работает еще и носовая подрулька потому что поворотный сел драйв двигает в сторону только корму а бал двигается носовой подрулькой они разные по мощности поэтому зад едет немножко быстрее чем вперед но к этому быстро привыкаешь носовая подрулька это система которая работает вместе с сел драйвом и управляется также джойстиком то есть эта система как вы видите достаточно сложная это носовая подрулька которая включается и выключается нажатием на двух на эти две кнопки нажали подержали две секунды отключилась нажали подержали включилась когда я выключил носовую подрульку вы видите загорелась класс загорелся красный диод который говорит о hold какой-то ошибки в системе но естественно потому что мы отключили часть системы но тем не менее система работает я включил ее обратно носовая подрулька находится в носу это такая шахта в которой два винта которые дуют вправо или влево и толкают нос вправо или влево то есть если мы отъезжаем от пирса в сторону движением джойстика вправо у нас сел драйв поворачивается влево и начинает дуть влево и лодка едет вправо и носовая подрулька начинает дуть влево и отодвигать нос вправо то есть в теории лодка должна смещаться в сторону а сейчас та часть которую я просто обожаю сам джойстик вы можете поворачивать влево или вправо когда вы поворачиваете джойстик сел драйв начинает дуть в одну сторону оба утра стар работать в другую это значит что вы можете разворачивать вашу лодку на одном месяц тот момент когда джойстик работает ручка газа не работает она отключена ну что мы с вами в принципе разобрались о том как эта система работает давайте я вам сейчас покажу как она устроена изнутри на нашей лодке есть два типа компьютера в ему это викал монтед юнит это обычные мозги обычная операционная система которая управляет всеми модулями в сети вторая из тисею это трансмишен контрол юнит который упал управляет трансмиссией и или сел драйвом через экчуэйтор но в нашем случае напрямую подключена к ротейтинг сел драйву у нас нету актуатора у нас есть просто вращающаяся голова теперь control head unit или газ ливер или ручка газа и джойстик подключены к в м у и также к войну подключена система автопилота и баут растр то есть это все управляется одновременно ну естественно к ему подключен собственно наш мотор который через актуатор собственно газует вот так вот сделана вся система как увидите на диаграмме давайте теперь посмотрим как это все выглядит в реальность вот этот кабель который стоит вместе с ручкой 5000 долларов а здесь под крышкой вот такой zf marine энкодер который стоит в обычных педалях автомобиля давайте залезем в двигательный отсек электрические провода которые идут от ручек у нас находятся здесь вот видите они в пакетике запакованный и они идут в м full на двигателе есть такая система которая называется актуатор то есть от в мы у идут провода которые заходят внутрь а здесь стоит электромотор вот увидите это начало тросика который электромотором толкается в зависимости от сигнала который идет от в мы вот этот тросик который управляет оборотами двигателя то есть актуатор либо толкает либо его вытягивает и добавляет либо уменьшает рпм мотора вот эта часть это как раз и есть поворотный сел драйв который если на него внимательно посмотреть сделан компанией искра мотор насколько я знаю это фабрика которая производит вот такие хэви машины рей в том числе для zf ну в общем вы видите он шильдики zf здесь и там наклеена сверху на самом деле это искра motor сам сел драйв с 54 короче обычный сел драйв просто с верху с поворотным механизмом как сверху это управление идущая джойстика посредине в ему компьютер и с правой стороны это терминатор который заканчивает всю сеть ну вот собственно этот компьютер который этим всем и управляем так давайте подрезюмируем вообще плюсы и минусы плюсы офигенная маневренность очень простая швартовка у меня дочка когда было 11 лет валенсию сама зашла и зашвартовала лодку stern in то есть очень простая система в управлении не требующая особых знаний и особых навыков пока работает так как ручка газа и джойстик являются электронной связи с этим есть проблемы связанные с кабелями и с другими системами которые включены в данный процесс и вам нужно ответить на свой вопрос готовы ли вы рисковать и платить за удобство возможностью отказа или нет лично я готов если бы я сейчас выбирал такую же лодку и у меня стоял вопрос выбирать ли систему докинга или нет я бы однозначно взял бы эту систему для себя но у каждого человека свое мнение по поводу того что ему нужно что он может починить поэтому мое резюме такое система классная система отличная я бы ее себе однозначно брал но нужно понимать риски связанные с ее эксплуатации еще одним из серьезных минусов является то что компания zf абсолютные уроды потому что такого говеного саппорта который мы получаем когда у нас возникают проблемы я не встречал нигде они отправляют нас к дилерам yen mark которые говорят ухты у вас электронная ручка и такие глазатки которые никогда не видели что они могут починить а компания zf ни на какие вопросы не отвечает и больше вам скажу когда у меня первый раз появилась отказ появился отказ системы оказалось что перебила кабель который дата кабель который подает питание и который передает сигнал так вот когда я задал вопрос можно ли купить отдельно проводок мне сказали нет вы должны купить всю ручку в сборе отдельно проводки не продаются вы чё совсем я должен покупать ручку за 5000 долларов потому что ваш говенный провод переломался и компания zf совершенно не имеет нормального сервиса нормального саппорта который в состоянии обеспечить потребности и решить проблемы людей у которых лодки оборудованы данной системой то есть если вы покупаете систему управления zf это значит что никакого саппорта у вас не будет несмотря ни на что но должен отдать должное в первый год мне поменяли джойстик пять раз после чего он работал абсолютно нормально но эти пять раз все все делались по гарантии и никаких с этим проблем не было а вот дальше начался а поэтому если меня смотрит кто-то из компании zf горите в аду ну что друзья наш выпуск сегодня в котором я рассказывал вам о том как работает система docking go baby не то подошел концу не забывайте подписываться на канал не забывайте ставить лайки задавайте вопросы буду рад ответить если о чем-то забыл сказать пока и до встречи через несколько дней